Так, парни, всем привет! Сегодня будет видос про Elantra, которую мы привезли с аукционом, разгрузили на днях и вот уже продефектовали. Теперь могу вам рассказать подробно, что с машиной, что будем делать, вообще в каком состоянии машина, сейчас вам все покажу на этом видео. Так, в общем, это Elantra 2017 модельного года, она сделана в 2016, но модельный год 2017, сейчас покажу где-то на бирке, вот, октябрь 2016. Вот, значит, по машине, по повреждениям давайте изначально. Передний удар, сейчас прикрою капот. Так, значит, вот такой передний удар, передний удар небольшой, значит, смотрите, с этой стороны фара целая, крыло целое, с этой стороны тоже крыло целое, все. Фара была на аукционе, но она была с обломанными креплениями и походу где-то ее потеряли, она была, короче, такая относительно целая, но приехала, короче, тачка без фары. Вот, здесь, с этой стороны усилитель, не усилитель, а вот этот кронштейн фары целый, то есть, просто фару вывалила вот капотом, да, я когда била, придавила, плюс вот этими вот крепежами. То есть, по факту повреждений в тачке, смотрите, передний брус, да, с этой стороны он никуда не ушел, с этой стороны он немного согнулся, надо будет потом поправить вот эту вот именно площадку крепления. Дальше, фара здесь целая, но отломан нижний кронштейн, который ее крепит, то есть, его надо будет менять, потому что, если бы, допустим, с этой стороны крепеж был бы целый, да, вот который вниз фары крепится вот здесь вот, то здесь его можно было подпаять, но так нецелесообразно, проще поменять. Дальше сломало два радиатора, но они не разгерметизировались, то есть, что радиатор кондера, что основной радиатор, видно, что нету нигде потеков, плюс заправлено в тачке и антифриз, и этот самый, как его, жидкость, это для кондера, фреон, то есть, все в порядке. Сломало, что еще, сейчас откроем капот, а, ну да, сломало же сам капот, вот на капот мы постараемся отрихтовать, так, чтобы не приобретать, потому что на разборках сейчас такой нелантры спрос, что там капотов нормальных не найдешь, то есть, все вот такие же какие-то будут битые, вот, а покупать новые оригинальные сильно дорого, китайский аналог, есть риск, что он не попадет потом по зазорам с крыльями. Так, сейчас открою капот. Передний телевизор, вот он здесь, внутри металлический, сверху пластмассовый, его немного вот заломило, да, видно, да, но при этом внутри железо, поэтому мы постараемся его отрихтовать, вот, ну а пластик будет с небольшими трещинками. Замок капота целый, петля капота целая, все закрывается отлично. Радиатор, видно, да, пробило вон бачок, вон видно, да, то есть, он уперся, его сдвинуло, да, все-таки удар был, и вон идет кронштейн Гура или кондиционера, то есть, насос Гура или кондиционера, Гура, наверное, да. Нет, тут же, наверное, электроусилитель, поэтому, да, насос кондиционера им и пробило бачок, вот этот вот пластиковый. Дальше, по непонятной причине лопнул кронштейн, вот этот вот, который держит двигатель, вот, скорее всего, от удара двигатель струснуло, но, смотрите, кронштейн держится на двух болтах, то есть, он на лонжероне, лонжерон ровный, все хорошо. Почему ушло здесь? Вот немножко разошелся металл, то есть, здесь, наверное, какая-то все-таки что-то сыграло, вот, либо просто его двигателем при ударе давануло, короче, посмотрим, либо заменим этот кронштейн, либо подварим вот эту вот площадку тоже понемножку подтянем. Дальше требуется вот эта вот верхняя штуковина, да, ее замена, потому что она, во-первых, вся лопнута, и здесь вот еще есть передняя часть, вот такая вот, куда защелкивается бампер, то есть, она тоже сломана, поэтому верхняя пластмасска по-любому будет меняться. Также нижняя пластмасска, вот ее, этот самый, да, части, это нижняя рамка радиатора, ее вот отсюда вас сломило, вот она здесь находится, вот ее нижняя часть, то есть, ну, еще одна часть, да, то есть, здесь тоже замена. Вот это вот воздухозаборник, да, с той стороны он остался целый, вот на радиатор, нет, тут какая-то есть дырочка небольшая, с этой стороны его нижняя часть сломана, его можно либо подклеить, так как он не несет никакой функциональной нагрузки, просто ветер улавливает. Либо там посмотрим, если найдем, заменим. Так, фары мы уже приобрели, то есть, фары будут стоять на... Фары две мы уже приобрели, поэтому поменяем фары парой, вот, эту фару, возможно, поставим на продажу, возможно, оставим прозапас себе, как тот самый. Подкрылки здесь на месте, с ними все ок, вот что левый, что правый. Так, единственное, знаете, что еще хотел сказать, особенность, не встречал это на других тачках, либо не обращал внимания, каждая деталь, каждая деталь абсолютно пронумерована ВИН-кодом. Вот, вот, где он там, вот, то есть, на каждом крыле, абсолютно на каждом двери, на всех есть ВИН-коды. И, смотрите, на каждой, той самой. Дальше, по салончику, что с ней получилось? По салончику открыты подушки, передняя на руле и в ногах. Спереди целая ремень провис, да, то есть, пиропатрон ремня требует замены. Вот, в принципе, салон в неплохом состоянии, на нем есть, конечно, пятна. Это вот транспортировочные ремни были, вот, и какой-то мусор американский. Но в салоне есть пятна, это какая-то жвачка была приклеена или что-то такое. Вот, за рулем тут ездила медсестричка, женщина, поэтому эстетикой особой машина не отличается. Вот, и сзади тоже есть пятна, но я думаю, химчистка это все устранит. Потолок в тачке целый. Вот, пробега на машине, ой, сейчас не помню, по-моему, 35 или 45, что-то где-то в этих пределах, уже точно не помню. Вот, так, все остальное, все в порядке. Вот, дальше спускочено было это колесо, заменили его на докатку, сейчас покажу, да, что там с ним случилось. Где, наверное, как открывается. Так, это остатки бампера, колпак, еще там всякие штуковины. Этот органайзер, да, в салоне, смотрите, это колесо протертое было изнутри, да, вот видно, такое ощущение, что по нему ездили, но по нему не ездили. Вот здесь протертое полностью до дырки. Почему? Потому что в штатах где-то вот этот вот кронштейн тросика ручника был подогнутый, то есть, скорее всего, женщина где-то наехала, зацепила им, и он был согнутый вот сюда и тер постоянно по покрышке. И вчера, когда мы перегоняли машину, да, то толкали ее, то было слышно, что что-то трется. Вот оно и протерло твою дырку. В общем, короче, резина требует замены. Ну, а так автомобиль сзади в отличном состоянии, по бокам тоже салон после химчистки будет, с ним все огонь. Ну, вот, ребят, что вам еще такого показать? В принципе, показал весь автомобиль. Я думаю, в процессе ремонта я буду еще неоднократно к обращаться, потому что самая здесь сложная штука – это капот. Мы постараемся его отрихновать, восстановить. Вот, я думаю, вы все это увидите. Кстати, вот стоит мой доджик, да, уже, где он там, вон в темноте. Он уже, в принципе, готов почти полностью под покрасом. Сейчас покажу поближе. Так, вот ждет, вот ждет рихтовки, клейки, пайки передний бампер, да, вот, которые треснуты здесь, треснуты здесь. Вот, капот уже все выведен, красавчик, в ноль. Капот здесь, кстати, алюминиевый, то есть вот здесь у меня был маленький залом, как будто придавили. Крыло стоит вон там вот на рихтовке, да, на этом самом подготовке. Это крыло уже выведено. Вот он, ровненько его осталось шпаклинуть, довести. Двери стоят выставлены, арка сделана. Двери все выставлены по замочкам. Открываются, закрываются, вот типа дверь закрыта, да, то есть вот смотрите, я буквально клац и все. Старые двери стоят. В общем, короче, все. Машина, в принципе, дальше сейчас будет разбираться. Ну, я имею в виду про Elantra. Привезем запчасти, покажу, какие купили запчасти, почему выбрали, расскажу там примерно на них цены. Ну, видите, весь процесс ремонта, дальше и Doja, и Elantra, и следующих тачек. Спасибо большое за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на инстаграм. Там самая оперативная инфа со всех. Всем удачи, пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok